Дамы, всем добрый день! Я Лада Христиенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного штифа. Сегодня у нас вторник, 17 января, 484-й лоскутный эфир. Надо сказать, что за последний месяц мы с вами подняли такой интересный проект, как лоскутное одеяло «Мячики». И вот сегодняшний лоскутный эфир, который касается сложного ананаса по расту, непосредственно связан с лоскутным одеялом «Мячики». Ну, хотя бы тем, что здесь мы тоже работаем с треугольниками и полосками. И он связан тем, что мы для вот таких вот красивых сложных блоков можем использовать остатки ткани. Лоскуты, остатки, тряпочки и обрючки. Ни на один из этих блоков не были использованы совершенно новые ткани. Итак, остатки ткани. Когда мы говорим об остаточках тканей, почему-то 90% того, что есть на Ютубе, там написано «из остатков тканей, пожалуйста, делайте пиццу». Пицца – прекрасная техника, я с этим согласна. Ну и, кстати, надо честно сознаться, что у меня есть вот вещица вот такая вот, это игольница, где применена пицца. Что такое пицца? Это мы берём какие-то лоскуточки ткани, накрываем их либо сеткой, либо органзой, вот так вот. И после этого постёгиваем каким-то образом, и получается у нас вот такая ткань, которую мы используем. Очень часто пиццу используют нефункционально. Ну, то есть люди понимают, что её можно сделать. А вот для чего её нужно делать? Ну, во-первых, посмотрите. Вот здесь пицца накрыта органзой. Соответственно, здесь она, наличие вот такой вот вещи, ткани, обусловлено тем, что здесь фетр, то есть здесь вот скользкая ткань, а здесь махревая ткань, чтобы в одном другом не лидал функционал. Ещё я технику пиццы использовала в своей работе «Весна священная». Ну, вот она, посмотрите, пожалуйста, эта работа. Ну, там это было обусловлено, ну, замыслом, так сказать, да? Сплошь и рядом технику пицца я использовать, ну, обычно не рекомендую. А что же можно сделать ещё из остатков и кусочков ткани? Ну, вот, как бы, пример у меня за спиной, и мы сейчас разберём, как вот такой блок создать. Сразу, прежде чем мы начнём, последнее китайское предупреждение. Товарищи начинающие, кто первый раз зашёл на этот канал, вам не надо сейчас шить этот блок. Я вас умоляю. Не потому, что как-то вот что-то такое. Просто для создания такого блока нужен уже определённый навык. Поэтому вы, конечно, посмотреть можете это видео. Но прежде чем начать шить такие блоки, я вам всё-таки рекомендую поучиться хотя бы на первых четырёх модулях начальной школы курса «Ремесло». Там вы научитесь строчку держать правильно, шить ровно по заданной траектории, ну, и так далее, и тому подобное. Освоите базовые техники. Ну, а товарищи продолжающие, и особенно те, кто у нас учится в средней школе курса «Ремесло» и бакалавриате, вы уже прекрасно, радостно потеряете ручки, вы уже знаете, что сейчас я вам скажу, да, урок, уроки сборки по растру, то есть по основе, вот, которые мы и будем использовать в этом блоке «Сложный ананас». У нас есть, сейчас я загляну, подождите, да, это средняя школа, часть восьмая, урок восемнадцатая, то есть уже достаточно высокие уроки, как ближе к завершению курса. И ещё сборка по растру используется в курсе «Удивительные приключения лоскутных квадратов». Это часть вторая, урок номер семь, вот там есть сборка по растру. И сейчас мы к сборке по растру, вот прямо сейчас перейдём. Значит, что нам понадобится, помимо обычного дискового ножа, мата и ножниц, нам понадобится с вами калька. Вот, это калька для карандаша. Если у вас, она дешевле, чем калька для туши, если у вас есть калька для карандаша, хорошо, если нет, она, ну, буквально копейки стоит в хозяйственных, канцелярских магазинах. И ещё нам понадобится, очень желательно, колёсико для переноса в экрек, вот такое вот. Оно может выглядеть по-разному, но главное здесь это вот, вот это вот колюченькое, вот это колёсико, которое вот здесь ходит. Готовы? Начинаем. Итак, вот сейчас перед нами чертёж. Уже плохо или хорошо, ну, как-то расслаживаем цветными карандашами. И перед нами вот уже готовая четвертушка большого сборного блока. Что здесь важно нам с вами знать? Первое. Где взять чертёжик? Чертёжик вы можете скачать в первом закреплённом комментарии прямо под этим видео. Ещё этот чертёжик лежит у нас в лоскутном клубе. Туда можно попасть через демо-доступ, либо через регистрацию. И, в принципе, всё. Значит, чертёжик этот я раскрасила цветными карандашами, ну, или цветными фломастерами, там, как удобно. Ну, это для того, чтобы всё-таки было удобнее ориентироваться на первых парах. А вот уже готовый блок. И вот именно про цвета готового блока, контраст и светлоту мы сейчас с вами быстренько и поговорим. Первое. Это сложный ананас или сложный русский квадрат. Ну, почему? Потому что здесь, во-первых, сложная серединка. Видите, да? Вот она состоит из трёх частей. Вот это у нас полоски ананаса, но посмотрите, они разбавлены ещё дополнительными полосками. Здесь у нас идут треугольнички и здесь снова полоски. И снова вот такие вот у нас уголки с краю. Снова полоски и снова уголки, но уже более сложные. То есть блок этот сложный, поэтому мы его шьём по расту. Ну, а теперь что же про цвета? Посмотрите, вот я раскрасила блок, и готовый блок уже, так сказать, соответствует моей раскраске. Обратите внимание, первое, по цвету. У нас с вами красные серединки. У нас с вами светлая полоска после красной серединки. Ну, тут не совсем удачно получилось, но не важно. И у нас тёмные треугольнички. Они здесь разной степени тёмности, но согласитесь, что они самые тёмные на этом вот блоке. У нас с вами боковые треугольники всегда зелёные, и они, назовём их так, средней светлотности. А вот эти полоски, условно, они жёлтые или светло-бежевые, и вот эта полоска тоже условно жёлтая или светло-бежевая или светло-зелёная, но не важно. Они очень светлые, то есть они самые светлые в этом блоке. Итак, полоски самые светлые, треугольники самые тёмные, а вот эти вот боковые, вот эти боковые треугольники и вот этот центральный красный треугольник, они у нас средней светлотности. И вот собирая вместе четыре таких блока, мы получаем совершенно удивительнейшей красоты картинку, глядя на которую начинающие товарищи скажут, я не представляю, как это сшито. Ну, допустим, вы уже скачали вот такой вот паттерн, чертёжик, да, и вы примерно уже представляете, как, из каких тканей можно создать вот этот блок. Что же дальше? Дальше у нас начинается сборка по растрам. Растрам может быть специальная ткань, может быть специальный флизелин, а может быть вот такая вот калька. Ну, поскольку калька достаточно дешёвый материал, удобнее в работе, то, конечно, мы с вами шьём по кальке. Что у нас будет приём для этого блока? Смотри-ка. Первое. Вы, конечно, можете использовать красивую новую ткань. Это допускается. И если вы шьёте одеяло на продажу или в подарок, то, конечно, вы можете такую ткань красивую использовать. Вы можете использовать полоски ткани. Вот ширина вот этой полоски 5 сантиметров, которая у вас осталась, возможно, от ваших других проектов. Ну, и ещё у вас от проектов иногда остаётся кусочки, всяческие там квадратики, полосочки. Ну, и вот сейчас условно мы эти с вами квадратики разложим на составляющие части. Вот посмотрите. Вот эти жёлтые полоски мы, конечно, используем вот сюда. Причём обратите внимание, что их можно использовать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Вот такие вот красные квадратики, остаточки, да, мы с вами можем использовать на центр. Вот сюда. На красненький, вот посмотрите, вот сюда. На красненький центр блок. Отложим их в отдельную кучку. Вот такие вот тёмные треугольники. Это ткани очень такого тёмного рисунка, посмотрите. Они не обязательно должны быть именно чёрные там или именно тёмно-зелёные. Но вот такие тканюшки, вот для таких квадратов, треугольников, извините, подойдут. Ну, а что касается зелёных, то можно использовать вот такой зелёный, вот такой зелёный, да, ну, то есть всякие-всякие разные зелёные цвета. Эти цвета средней светлотности. Если их сфотографировать чёрно-белым фотоаппаратом, то, скорее всего, они будут серые. Вот эти цвета будут почти чёрные, ну, а, соответственно, вот такой цвет будет почти белый. Вот примерно такой выбор у нас с вами тканей. Конечно, вы можете использовать и выпады от кроя, и какие-то другие ткани, ну, то есть фактически всё-всё-всё-всё-всё, что у вас получится. Перед тем, как начать сборку полного сложного блока, я рекомендую вам поступить следующим образом. Сшить сначала один маленький блочок, вот такую четвертушку по растру, и при помощи любой телефонной или компьютерной программки, я вам могу назвать как минимум две, это Layout и Artlib, сейчас название их появится у вас вот здесь вот внизу как бы, этот блок размножить, то есть сформировать из него полный блок. Вот, пожалуйста, здесь вот посмотрите картинку, как это можно сделать. После того, как вы создали модель, мы с вами приступаем к сборке, и первое, что мы с вами делаем, это переносим рисунок на кальку. Как перенести рисунок на кальку, используйте вот такое колёсико. Что я делаю? Я сейчас с красной съёмкой покажу. Смотрите. Итак, что я делаю? Я складываю кальку в несколько слоёв, в данном случае 8 слоёв у меня, и квадратик 20 на 20 сантиметров я получила, и по линейке я вот этим колёсиком для переноса выкрик провожу вертикальные и горизонтальные линии, а потом линии по диагонали в одну сторону и в другую сторону. Обратите внимание, что я проверила, специально медленно показываю, все ли линии пропечатались чётко. И если какая-то линия отражена нечётко, я просто возьму ещё раз линейку, колёсико, и ещё раз сделаю эту операцию. Вот теперь у меня всё чётко отражено. 8 слоёв, 8 паттернов. Я могу сшить 8 блоков. Вот по этим 8 кальчикам. Дальше всё понятно. Мы откалываем с вами наш основной чертёж. И вот эти рисунки мы с вами разрежем, оторвём. Ну, что-то с ними сделаем, чтобы разделить на чертёж. Это очевидно. Что делать, если нет колёсика, спросите вы меня. Копировальная бумага. Что если вы где-то сидите за городом, в деревне, и до копировальной бумаги не доскачешь, вы просто вот здесь зачерняете простым карандашом и переводите через простым карандашом просто по линейке. Ну, я думаю, что объяснять это вам не нужно, потому что наши женщины достаточно изобретательны. Вот мы сейчас с вами разрезаем и сейчас прямо начнём сшивать. Посмотрите, что происходит. Вот это колёсико дало мне возможность легко загибать кальку. Посмотрите, она у меня легко загибается. Вот это свойство нам в ближайшее с вами время очень понадобится. Почему? Потому что излишнюю ткань мы будем отрезать путём погибания. Итак, начинаем прямо сейчас. Что делать, я покажу. Посмотрите. Вот я нашла красный уголочек. Он у меня будет вот этим центром, да? И этот красный уголочек я при помощи булавки. А булавки, как вы видите, я использую без головок пластмассовых. Я вот так вот прикалываю. Теперь мне нужно обрезать вот этот лоскуточек ровно с припуском 6 миллиметров. Смотрите, я загибаю кальку по сгибу. Видите, да? Вот. Вот. Линейку я возьму. Линейку я возьму в данном случае не такую длинную. Она мне будет мешаться. А вот у меня есть линейка поменьше. И припуск тут вот как раз 6 миллиметров. Смотрите. Я обрезала. Отвернула. Видите? И следующая полоска у меня здесь жёлтая. Я беру жёлтую тканечку. Ну, допустим, вот такую вот, да, к примеру. И просто прикладываю вот сюда. Ну, кто не уверен, для верности прикалывает ещё булавочкой эту тканюшку. Вот так. И, внимание, момент. Сейчас мы, ну, если хотите, прикалите второй булавочкой. Потому что надо просто привыкнуть по первости, да. Смотрите, мы переворачиваем. Вот у нас сгиб отмеченный. Видите? Сейчас покажу вам карандашом, чтобы было лучше видно. И вот по этому сгибу мы сейчас с вами на машинке прошьём. Прежде чем начать шить, во-первых, поставьте длину стежка примерно 1,8, ну, или 2 миллиметра. И поставьте, пожалуйста, рядом гладильную доску и утюг с паром. Они вам очень сильно пригодятся. Переходим на швейную машину. Посмотрите, я специально делаю эту операцию медленно, потому что она очень важна. Она первая. Строго по намётке я прошила. Видите? Вот она, моя светлая полоска. Сейчас мне её надо обрезать. Это очень просто сделать. Вот у меня намётка, где оканчивается следующая полоса. Я загибаю. Смотрите, да? И сейчас либо ножницами, вот так вот. Но здесь у меня нечётко соблюдён прикуск. Либо, посмотрите, я перехожу на соседнее место со швейной машинкой. Видите, да? И посмотрите. Вот так вот. По линеечке с припуском 6 миллиметров я легко, быстро отрезаю. Всё. Смотрите, всё идеально ровно. И сейчас мне нужно сделать вот такой тёмный треугольник. Я подбираю подходящую ткань. Ну, например, вот такой лоскут. Да? По разметке ставлю его лицевой стороной внутрь, изнаночной стороной наверх. Вот он у меня. Если считаю нужным, прикалываю булавочками. Ну, вы через 5 минут наловчитесь так, что никакие булавочки вам уже не понадобятся. Смотрите. И где у нас шов? Вот у нас шов. Он уже намечен. Посмотрите. Вот здесь мы сейчас с вами прошьём. Расшиваем. Готово. Хотите? Прогладьте вот так ногтем. Хотите? Используйте утюг. Вот что у меня получилось после утюга. А теперь обратите внимание. Здесь же у нас не полоска, а треугольник. В этом случае мы с вами... Посмотрите. Вот у меня треугольничек. И вот у меня снова разметка. Посмотрите. Вот она. Видите? Я сейчас загибаю одну сторону. Вот здесь я отрежу. И точно так же загибаю другую сторону. Посмотрите. Вот. Это только кажется сложно на первом сне. Вот так. Вот. И вот по этой линии сгиба с припуском 6 миллиметров я тоже отрежу. У меня получился вот такой треугольник с припусками. Видите? И сейчас с этой и с этой стороны я пришью светлые полоски. Светлые полоски я могу взять из любой... Из любого квадратика. Ну, вот из такого, допустим. Или вот из такого. Мне такое больше нравится. Посмотрите, что я делаю. Я прикладываю. Снова, да? У меня уже есть линия, по которой я знаю, что буду строчить. Обратите внимание, я даже булавками не приколола. Но вы можете приколоть, если хотите. И сейчас мы снова расшиваем. Обрежем с вами вот эту полоску. Вот она у нас. Смотрите, видите? До 6 сантиметров. Загнули последующие линии сгиба. Вот она у нас. И снова при помощи линейки. Здесь у нас припуск 6 миллиметров. А здесь у нас вообще нет припуска. Вот. Вот мы обрезали. Остаток этой же полоски мы можем использовать для другой стороны треугольника. Вот сюда. Вот у нас место, где мы будем пришивать. Вот оно. Пришиваем. Вот смотрите, что у нас получается. Сейчас будем загибать и дальше. А пока что сделаем влажно-тепловую обработку. Прогладим утюгом спар. Вот что у нас с вами получилось. Но обратите внимание, здесь есть еще вот такие боковые зеленые треугольницы. Точно таким же образом. Посмотрите, вот у нас намеченная линия. Вот она. Видите? Вот она. Точно так же по этой намеченной линии. Да, правильно. Точно так же по этой намеченной линии я могу обрезать. В данном случае я вам показываю, что можно ножницами вот так обрезать. И приложу сюда зеленый треугольник или зеленую полоску. Ну, то есть что-то из зеленой ткани. И с другой стороны точно так же. Смотрите. Мы загибаем кальчик. По нашей линии разминки. Вот она. Видите, да? Вишни срезаем. Прикладываем сюда, что? Зеленый треугольничек. Вот так. И прошиваем по линии разминки. Я вас уверяю, это была самая сложная часть операции. Потому что все остальное мы с вами делаем по аналогии. Загибаем. Так, отрезаем все, что нам не нужно. Здесь. Еще вот здесь вот нам нужно закрыть. Вот у нас линия сгиба. Резаем. Сейчас мы снова будем пришивать вот сюда темный треугольник. Ну, давайте выберем какую-нибудь ткань. Тругую. Например, вот такую. Или вот такую. Ну, или, в принципе, вот такую вот можем выбрать. То есть это зависит уже от нашего с вами настроения, желания и возможности. Прелесть такой сборки состоит еще и в том, что, вот смотрите, вот здесь у нас срез по косой. И если мы шьем по косой без растро, то ткань растягивается. Но в данном случае мы же шьем по кальке, да? Смотрите, мы прикалываем треугольничек. Поворачиваем. И снова шьем вот здесь вот. По намеченному нами шву. Дальше мы делаем абсолютно аналогичные операции. Я их сниму для вас сейчас скоростной съемкой. Но смысл понятен, да? Первое. Мы с вами загнем. Вот так. Обрежем с припуском 6 см. Миллиметр в длину. Потом приложим следующую полоску и пришьем ее. И так далее до самого конца. Миллиметр в длину. Миллиметр в длину. Смотрите, мы с вами собрали блок. Сейчас надо его доработать. То есть ровно обрезать. По нашему с вами шаблону. Вот смотрите. И сейчас наша с вами задача отодрать кальку. Мы можем сделать это пинцетом. Любым. Любой из пинцетов подойдет. Можно просто руками отрывать. Кто-то говорит, что можно мочить кальку. Тогда она отрывается легче. Вы знаете, это совершенно не принципиально. То есть как вам удобно. Так кальку и отрывайте. Итак, смотрите. По сделанной нами схеме мы с вами собрали блок. Отодрали с него кальку и отутюжили. Либо через два слоя влажной марли, а потом насушили сухим утюгом. Либо у кого терпежу не хватает, как у меня, утюгом с фаром. И таких блоков нам нужно с вами сделать четыре. Для того, чтобы создать один большой сложный блок. Вот у меня четыре блока. Мы можем этими блоками поиграть. Как-то, может быть, переложить по-другому. То есть сложить так, как нам понравится. И сейчас наша задача эти блоки соединить. Как мы их соединяем? Конечно, мы соединяем этот блок с этим вот по этой стороне. Этот блок с этим по этой стороне. А потом мы соединим эти две полоски между собой. Как точно совместить вот эти блоки? Конечно же, через иголку. Что такое через иголку? Мы возьмем с вами советские булавки с железными головками. Не надо с пластиковыми брать. Потому что если вы по этой иголке проедете на швейной машинке, а вам сейчас придется это сделать, то в 90 случаях ваша иголка швейной машины не сломается. А вот если вы по импортным булавочкам с пластиковыми головками, пусть даже плоскими, проедете, то, скорее всего, ваша иголка сломается. Итак, соединяем через иголку. Начинаем вот отсюда и заканчиваем здесь. Посмотрите, что я делаю. На расстоянии 6 миллиметров от края, это припуск моей швейной машины, я протыкаю здесь и на расстоянии 6 миллиметров здесь. Вот. И скалываю. Скалола. Следующий шаг точно так же. Посмотрите. Вот у меня следующее место стыка. Вот оно. Посмотрите. Вот оно. Это очевидно, да? И вот оно здесь. Посмотрите. Я скалываю. Вот так. Кто-то, может быть, знает другой способ скалывания. Пожалуйста, пользуйтесь своим. Здесь тоже самое. Вот оно. У меня место стыка. Вот оно. Посмотрите. Вот оно. Вот оно. Вот оно. И здесь вот оно. Скалываем. Шить мы будем вот по этим точкам, куда мы вкололи булавку. Вот оно, место стыка. И вот оно, место стыка. Скалываем. И здесь у нас что? Скалываем края. Чтобы вам было видно, я возьму специальный карандашик. Секундочку. Вот это смываемый карандаш Аврора. Он у нас есть в наборах для сумок, кстати. Вот она, линия, по которой пройдет наша строчка. Вот, между точками входа, посмотрите. Смывается маркер потом. Точно так же мы сколем вторую часть, а потом соберем эти части между собой. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, дамы, результаты нашей сегодняшней весьма плодотворной беседы. Первое. Из четырёх вот таких луков, сделанных по кальке, мы с вами собрали один вот такой большой сложный лук. Очевидно, что не по кальке мы бы его с вами не собрали. И когда вы соберёте один блок, вы скажете, о, как классно шить по кальке, мы всё будем шить по кальке. Момент, остановитесь и посмотрите на иглу вашей швейной машины. От шитья по бумаге, по кальке, игла сильно тупится. И очень значительно возрастает расход игл, потому что, шив вот несколько таких блоков, вы иглу будете вынуждены выбросить. А если вы пожалеете её и не выбросите, строчка на вашей машине не будет ровной. Ну, возможно, всякие ещё нюансы, но шитьё по бумаге просто так не даётся. То есть, просто так халявы никогда в жизни не бывают. Мы с вами это знаем. Итак, что можно сшить? Вот сейчас блоки выложены в ряд. И, как вы понимаете, это прекрасная лоскутная дорожка. Вот сейчас, глядя на этот блок, даже не скажешь, что он сшит вот из таких вот шматочков и кусочков. Кажется, что это вот бешеное количество сумасшедших дорогих тканей, ничего подобного. Посмотрите, вы сами всё видели. Значит, если мы, допустим, сделаем этих блоков 3 на 3 в 4 ряда или 3 на 3 в 3 ряда, у нас будет одеяло уже с центром как минимум 120 сантиметров. И пришив к этому одеялу кайму, мы с вами получим изумительной красоты лоскутное одеяло. Что ещё следует посмотреть? Во-первых, смотрите, вы видите, что ткани, которые я использовала в разных фрагментах блоков, они разные. Не обязательно это одна и та же ткань. Это даже хорошо, потому что это даёт такую своеобразную игру. То есть одеяло получается содержательным, ненудным, не скучным как бы. Но посмотрите, я везде соблюдала светлоту, светлотность. То есть вот эти полосы были всегда у меня светлыми в любом блоке, посмотрите, да? Вот эти треугольники были всегда самыми тёмными. А вот эти вот треугольники боковые были всегда средней светлотности. Были всегда средней светлотности. Есть один косячок, который я заметила уже потом. Сейчас скажу, где он. А, вот он. Вот этот треугольничек сделан не слишком ровно. И когда я уже сшивала блок, я это увидела и думала, боже, какой ужас. Но я сейчас смотрю, то есть в рисунке этого не видно. Поэтому, как правило, у вас получится не сразу. И первый блок у вас, скорее всего, будет, ну, знаете, каким-то, вот самый первый вот такой блок, каким-то чуть-чуть косячным. Ну, вы его оставьте как образец и шейте следующие блоки. Я полагаю, что всё у вас получится. Ещё раз обращаю внимание. Значит, откуда я взяла ткани? Ткани у меня остались от нарезки квадратов. Те, кто шил одеяло в мячики, вспоминайте. Вот у нас здесь на вкладке великое и могучее одеяло в мячики. У вас наверняка остались остатки от квадратов или от тканей, которые вы брали на это одеяло. Они сюда прекрасно подойдут. Если вам не хватает, можно ещё докупить набор для одеяла в мячики, и вот все они сюда зайдут просто великолепнейшим образом. Ну, и естественно, что надо тряхнуть ваших родственников, друзей, соседей, спросить, не осталось ли у них в закромах, в застатках чего-нибудь. Это всё можно прекрасно сюда опустить. Желательно, чтобы ткани были всё-таки однотонными. Однотонными. Вот такими вот. То есть, с таким мелким рисунком, чтобы он вот так вот сюда хорошо делал. Значит, ещё что важно. Важно учиться системно. 321 раз я вас приглашаю учиться сейчас в начальную школу курса ремесло. Тем более, что сейчас вы можете обучение брать в рассрочку. Ну, потому что я очень хорошо понимаю экономическую ситуацию в нашей стране. И, скажем так, достаточно кругленькую сумму за обучение единый момент, но не все в состоянии выложить. Как там, в состоянии ли женщина сделать мужчину миллионером? Да, если он был миллиардером. Итак, можно платить в рассрочку. Ну, и ещё одно соображение. Вы знаете, январь холодный месяц. Февраль-март тоже холодный. Сейчас ещё ходит какой-то грипп или ещё что-то там ходит. Короче, сидите дома и шейте. Во-первых, это хорошо. Нервы здорово успокаивают. Во-вторых, внимание и память тренируют. Ну, а в-третьих, не надо никуда особо бежать. Вот всё у нас здесь по видео. У меня, собственно, всё на этом. Если есть вопросы, задавайте внизу под видео. Мы заканчиваем. С вами была Лада Христенко, мастер лоскопных одеял, создатель и продюсер Академии лоскопного шитья. Всем пока! Оскудное шитьё Оскудное шитьё Оскудное шитьё Оскудное шитьё Оскудное шитьё